МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главные события города и региона в ближайшие 20 минут в нашем выпуске. Здравствуйте! В эфире новости Тольятти, в студии Татевик Бабаян. И вот о чем расскажем сегодня. Женщины-военные врачи, педагоги, водители, полицейские. Накануне 8 марта глава региона Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области. Торжественный вечер прошел в областной столице. Красивые букеты для красивых женщин. Несколько тысяч гиацинтов доставили на АвтоВАЗ. Их получат сотрудницы не только автогиганта, но и дочерних предприятий в Ижевске и Санкт-Петербурге. Чтобы птиц не било током на электропроводах, птицезащитные устройства современного типа. Эту необычную продукцию делают у нас в Тольятти. Репортаж с производственной площадки покажем сегодня. Самый нежный, трогательный и женственный день в году. В Самарской области отмечают первый праздник весны. Накануне 8 марта губернатор Дмитрий Азаров лично поздравил женщин с наступающим праздником. Торжественный вечер прошел во дворце спорта Высоцкий в областной столице. В зале педагоги, врачи, работницы промышленных предприятий, многодетные мамы, жены и мамы военнослужащих. Губернатор поблагодарил их за внимание и заботу, которые они дарят своим близким. Сегодня, когда мужчины стоят на защите интересов родной страны, это особенно важно. В эти дни мы чествуем удивительных женщин, российских женщин. Женщин, которые дарят жизнь нашей стране, любовь, заботу, уважение. И, конечно же, дарят свой профессионализм, ответственность, веру в нашу великую и прекрасную Родину. Я отдельно хотел бы поприветствовать семьи военнослужащих. Спасибо, что вы здесь. Давайте поприветствуемся. Я благодарю вас, что вы своей любовью, своей верой вселяете мужество, отвагу в наших героев и защитников, главных людей нашей страны, воинов, защитников Отечества. Поздравлять женщин по традиции готовится и на крупнейшем автопредприятии страны. Несколько тысяч цветов доставили на автоваз в преддверии 8 марта. Живые гиацинты, в отличие от букета цветов, будут еще долго радовать своих обладательниц и напоминать им о главном женском празднике в году. Решение поздравить заводчанок таким необычным образом принял президент компании Максим Соколов. Хрупкий груз уже разводят по производствам. Кроме автоваза, красивая акция охватила также все дочерние предприятия, находящиеся в городе Тольятти, а также автозаводы в Ижевске и Санкт-Петербурге. К другим темам. Беспилотники и аптечки пополнили запасы наших бойцов на передовой. Очередной конвой с гуманитарной помощью за ленточку отправили первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев и руководителя рабочей группы по СВО Андрей Турчак. Важный груз передали бригаде спецназа Центрального военного округа и отряду БАРС-15 «Ермак». Сейчас мы передаем очередные 58 квадрокоптеров, тактические аптечки и большое количество батарей. Мы знаем, что им необходимо. Хочу поблагодарить вас, что благодаря сформированной комфортной площадке общественные организации вместе с партией «Единая Россия» реализуют такие проекты. Это нужно не только ребятам, это нужно нам, тем работникам оборонных предприятий, машиностроительных предприятий, потому что нас это всех вместе объединяет, ну и я уверен, помогает, приближает нашу победу. В рамках акции «Всегда рядом», которую инициировал глава Союза машиностроителей России, гендиректор Ростеха Сергей Чемизов, бойцы получили квадрокоптеры, аккумуляторы для них и тактические аптечки. До этого мы получали другое оборудование, снайперское оборудование получали, соответственно, мы работаем очень давно в Союзе машиностроителей, огромное спасибо. Сейчас это оборудование будет перевезено, соответственно, в Самару, будет доведено, скажем так, системы будут отработаны, все квадрокоптеры будут прокачаны, именно все теми системами, которым необходимо. Для того, во-первых, это выполнение поставленной боевой задачи, это наши глаза, соответственно, мы мониторим ситуацию, соответственно, это разведчики. Самое главное – это безопасность, спасенную жизнь наших бойцов. Сохраняйте спокойствие, все по плану. С 6 марта по всей стране проверят систему оповещения населения. Прозвучит сигнал «Внимание всем!» Утром заработают сирены и громкоговорители. Будут замещены специальные информации эфиры теле- и радиоканалов. Системы оповещения будут проверяться в рамках масштабных учений по подготовке к защите населения и территории от паводков и природных пожаров. Развитие с господдержкой. Такая возможность есть сегодня у предприятий региона. Один из примеров – научно-производственное предприятие «Авис». Здесь занимаются изготовлением необычной продукции – изделий для защиты птиц от поражения электрическим током на линиях электропередачи. Недавно предприятие запустило вторую производственную площадку. Для создания новых мощностей компания привлекла господдержку в виде льготного финансирования. Подробнее об этом в следующем материале. Птицозащитные устройства современного типа. Эту необычную продукцию делают у нас в Тольятти, в научно-производственном предприятии «Авис». Предприятие небольшое, работает здесь всего 25 человек. Одно из главных направлений деятельности компании сосредоточено в секторе энергетики и экологической безопасности. Наша компания занимается разработкой и производством, серийным производством специальной электротехнической продукции для сектора энергетики. Это птицозащитные устройства, так называемые, для линии электропередач и устройств распределения электроэнергии высоковольтной, призванные защищать и повышать надежность электроснабжения. Специалисты «Авис» изучили данные о том, при каких обстоятельствах чаще всего погибают птицы на лэб. И создали из различных неметаллических материалов приборы для защиты пернатых. Эти устройства отличаются внешним видом и задачами. Так, птицозащита антиприсадочного типа не позволяет птицам в принципе сесть на элементы лэб. Изолирующие устройства не дают контактировать с оголенными проводами. И это не только спасает пернатых от гибели, но и предотвращает возможность коротких замыканий. Спрос на такую продукцию довольно высокий. На экспорт мы поставляем многие виды продукции, то есть различные антиприсадные устройства, устройства изолирующего типа. И даже специально разработали устройства гнездообразующего типа для Беларуси, для аистов, больших крупных птиц, которые, к сожалению, несмотря на свой рост, на свой прекрасный внешний вид, создают очень много головной боли для энергетиков Беларуси. Недавно предприятие запустило вторую производственную площадку, где создана новая линия стеклопластикового прутка. Это комплектующая основной продукции. Для создания новых мощностей компания привлекла господдержку в виде льготного финансирования. Мы приняли участие в конкурсе фонда «Содействие инновациям». Это конкурс «Коммерциализация», благодаря чему мы получили поддержку в размере 10 миллионов рублей. И нам удалось приобрести производственную линию. И теперь мы, некоторые комплектующие, способны производить уже своими силами. Продукция «Ависа» очень востребована. И не только в России. В прошлом году предприятие стало финалистом регионального конкурса «Экспортер года». Этот конкурс призван поддерживать тех, кто уверенно выходит на новые рынки и достигает значительных результатов во внешнеэкономической деятельности. Мы активно взаимодействуем с Центром поддержки и экспорта. Получаем от них различную поддержку, как правовую, так и помощь в различных услугах. В том числе поиск клиентов по зарубежью, по СНГ мы воспользовались такими услугами. Благодаря им мы подняли экспорт на принципиально новый уровень для нашей компании. Сегодня в нашем регионе активно помогают производителям товаров и услуг осваивать экспортную деятельность и успешно выходить со своей продукции на рынки дружественных стран. Этот вопрос находится на личном контроле губернатора Дмитрия Азарова. Условия для развития бизнеса создаются в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Работа с экспортно-ориентированными компаниями в регионе признана одной из лучших в стране. Более 1800 предприятий получили поддержку по разным направлениям. А это почти 6 миллиардов экспорта, поставленного нашими малыми предприятиями. Безусловно, это уже заметный вклад в общую экономику нашего региона. Уверен, что те, кто еще не воспользовался этими мерами поддержки, найдут для себя инструменты, которые помогут им развиваться более активно. Елена Сафронова, Андрей Костомаха, Новости Тольятти. И далее о событиях культуры. Актеры умело жонглируют не только предметами, но и эмоциями. Так, премьерный спектакль театра «Дилижанс» описывает режиссер постановки Мария Критская. Спектакль «Три фарса» из одного циркового фургончика вырос из эскиза, показанного в июне прошлого года на фестивале премьера одной репетиции. И вот на сцене театра «Дилижанс» с успехом прошла премьера. В театр люди приходят, мне кажется, не просто как-то развлечься или, может быть, даже поплакать или посмеяться. А это такой способ, просто когда... Бывают, конечно, спектакли для одного теперь зрителя. Но зрители, приходя в театр, это возможность для нас принять правила какой-то игры совместно с актерами. Где мы можем вместе почувствовать что-то и узнать про себя настоящего что-то. Как говорят сами создатели спектакля, постановка прочистит дыхание и угостит только из здравого смысла для выживания в этом противоречивом мире. Средневековые фарсы – это небольшие пьесы о каких-то стандартных, больше, наверное, бытовых вещах в комедийном формате. И у нас три фарсы, они совершенно разные, но так или иначе связаны с жизнью людей. Сергей Войтенко – композитор, виртуозный баянист, который сегодня известен на всю страну, побывал в студии телеканала «Тольятти-24». Автор и исполнитель – заслуженный артист Российской Федерации, депутат Самарской Губернской Думы. Каждый час у Сергея Войтенко расписан буквально по минутам. Выступления на концертах в разных городах, съемки клипов, записи новых песен, участие в эфирах федеральных телеканалов. «Я русский и этим горжусь, и как бы земля не шаталась, и я полный голос сказать не боюсь, я русский и русским останусь». В течение всей своей насыщенной творческой жизни Сергей сохраняет и развивает лучшие музыкальные традиции, открывает новые творческие горизонты и прославляет уникальную российскую культуру во всем мире. О музыке, любви к своей стране, о поддержке бойцов специальной военной операции музыкант рассказал в интервью генеральному директору компании «Лады Медиа» Ирине Денисовой. Я знаю, что в вашем творчестве вот эта тема родины имеет такое основополагающее значение, да? Но я хотела вас спросить, а когда эта тема прочно вошла в ваше творчество? И где вот тот родник, который напитал вас этой любовью? Может быть, в детстве какие-то воспоминания, не знаю, общение с родителями, родительский дом? Оно зародилось, ну, с самого раннего детства, потому что, во-первых, я рос в деревне, здесь в Богдановке, в селе Богдановка-Невстегорского района. Ну, как рос, я приезжал просто на лето к бабушке, и бабушка, она пела русские народные песни, она всегда говорила о том, что вот «сынок, это родина», она мне не внучок называла, а сынок. Да, вот, твоя родина – это вот наша деревня, твоя родина – это вот Россия. То есть она мне прививала это, мне сейчас даже мурашки сейчас бегут, когда вспоминаю. Смотрите программу «Актуальный разговор» в среду, 6 марта в 19.20 на телеканале «Тольятти-24» и во всех наших интернет-ресурсах. Во дворце спорта «Волгарь» прошел мастер-класс от чемпионов мира по самбо. Все подробности в нашем следующем сюжете. Вместо бального платья – кимоно, вместо танцевального паркета – борцовский ковер. В отличие от большинства своих сверстниц, Амелия Андреюк занимается не гимнастикой, не балетом и не фигурным катанием. 7 лет назад ее выбор пал на боевое искусство – самбо. Мне брат подсказал, он тоже занимался, я решила посмотреть. Я много раз приходила, смотрела, как он занимается, и тоже решила. И вот занимаюсь уже долго. Девочек здесь мало, но все-таки есть. Это для кого как. По мне вот этот вид спорта, да. Для таких же молодых, увлеченных спортсменов, как и Амелия, во дворце спорта «Волгарь» состоялся мастер-класс по самбо. Его провели чемпион мира Михаил Мохнаткин и чемпион Европы Владимир Березовский. Много всяких элементов мы с годами сами дорабатываем, сами зарабатываем. И ребята смотрят, они просто такого не видели, и мало кто это знает. Вот делимся, передаем им опыт. Здесь какие-то показать, может быть, какие-то для них новые вещи, может быть, какие-то не новые. Может быть, какие-то... В каждом премии есть свои мульки, какие-то фишки, где-то и показать их, чтобы они в дальнейшем применяли. Немного будет партера, немного стойки. Гусейн Гулуев занимается самбо уже 10 лет. В Тольятти он один из лучших спортсменов в своем весе. За его плечами опыт участия в городских и областных турнирах по самбо. Сейчас Гусейн готовится к соревнованиям Приволжского федерального округа. В планах отобраться на Россию. Почему пришел на чемпионский мастер-класс, отвечает просто. Для того, чтобы набирать какой-то опыт, в плане даже знаний увеличить свой арсенал, как и физически каких-то приемов, так и вообще советов. То есть видеть борьбу других людей, видеть их тактику. То есть вот мы бегли, придавили, вытаскиваем, все, набык сбили. Он как бы отключен. И мы его докатили, все прижались на удержание. Мастер-класс для спортсменов был организован некоммерческой общественной организацией «Северный человек Тольятти» при участии Федерации дзюдо и самбо и поддержке администрации городского округа Тольятти. Мероприятие объединило самбистов из разных спортивных сообществ Самарской области. Это национальный вид спорта, один из красивейших видов борьбы. И мы за то, чтобы самбо было в каждом дворе, в каждой школе, чтобы как можно больше и детей, и взрослых включались в здоровый образ жизни и в разные виды, в том числе, естественно, начинали заниматься борьбой самбо. Проведение мастер-класса в Тольятти дало старт первенству Самарской области по самбо. Его призеры войдут в новый состав сборной губернии и будут представлять наш регион на предстоящем первенстве ПФО в Кирове. Денис Капля, Алексей Клоков. Новости Тольятти. А теперь о погоде. Спонсор рубрики «Салон Штор Аллегра». Шторы Аллегра. Огромный выбор и доступные цены на шторы, карнизы, жалюзи. Весь март бесплатный пошив. Магазин-склад на автозаводском рынке. Въезд на территорию с улицы Воскресенской. Аллегра. Уют вашего дома. Почетные каникулы для самых дорогих и любимых. С 11 по 16 марта. Пансионат «Радуга Тольятти» приглашает мам и пап, бабушек и дедушек на заезд по программе «Серебряный возраст». Незабываемые впечатления, яркие эмоции, новые знакомства и активный отдых ждут всех участников на заезде для старшего поколения. В программе. Литературные вечера, зажигательные дискотеки, песни под баян и гитару, творческие мастер-классы, увлекательные экскурсии, концерты музыкальных коллективов, интеллектуальные игры, а также баня с веником и трубяным чаем. Стоимость включена. Кислородный коктейль, аэроионотерапия, соляная комната, массаж ЛФК и физиопроцедуры на новом современном оборудовании. Активные каникулы всего за 13 800 рублей. В подарок – фотосессия от профессионального фотографа в красотах хвойного леса. Мы ждем вас с 11 по 16 марта на организованный заезд по программе «Серебряный возраст». По адресу город Тольятти, Лесопарковое шоссе, 36, пансионат «Радуга». Звоните в 48 90 67. Радуга! Телеканал Тольятти 24. Смотрите и слушайте в нашем телеграм-канале, а также во всех популярных соцсетях. Новости, прямые трансляции, интервью, фильмы и сериалы. Телеканал Тольятти 24. Всегда самое важное и интересное – это телевидение родного города. В студии работала Татавик Бабаян. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова